ну что успокаиваемся набираемся сил и всего остального друзья мои видели сегодня какая погода погода сегодня резко так раз пошла вниз я не обращал внимание на то что да там телодвижение смотрящую весь зал туда смотрит но сейчас погода сильно испортилась оказывается сегодня беги герой вот этот вот марафон или чего там ниже новгороде хотя я сам бегун но но не бегу сегодня а вот всех кто не пришел церковь а побежал марафон бог наказал плохой погодой ну конечно это шутка слава богу что шутка ну что успокоились и господь благослови я прошу тебя сегодняшнее слово дай твой дух жизни отец я молюсь чтобы истина твоя пришла в каждое сердце господь благослови каждого человека сегодня я молюсь аминь друзья сегодня у меня слова очень личностное но с другой стороны настолько же важны наверное для каждого другого человека слова у меня сегодня звучит так почему я счастлив со христом вот почему я вот лично павел рындич счастлив со христом и я бы хотел этим поделиться и в то же самое время хотел вас каждого вдохновить на то что вы были счастливы со христом но для этого есть какие-то причины почему мы с ним счастливы и первое что я осознал своей жизни почему я счастлив с ним потому что он не потакает моим слабости не потакает поймите что множество людей они живут какой такой системе ценностей что ну религию них удобно и как я уже говорил и человек живет в грехах и ему даже церковь или его религиозная система ну ничего негативного не говорит говорит ну все так живут и большинство религии они как-то привыкают к естественному ходу событий ну все так живут я помню на заре своей христианской жизни я только покаялся и как-то интересовался другими же религиями вот я пришел в одно не скажу куда какую-то другую религиозную систему и встретился там со священнослужителем я помню вот я задал ему вопрос простой а я христа только пережил и мне узнать как к такому неофиту недавно встретившемуся со христом хотелось поговорить вот со священнослужителями других конфессий я говорю ну как вот мне с грехами то расстаться с моими вот кто их заберет мои грехи пытаюсь его вызвать на разговор и понимаю что у меня у нас разговор не получится он просто не говорит ну чё у тебя грехов что ли много какие у тебя грехи учет и там чё ты ну чё ты сделал чё с бабой что переспал с какой причем это не я сказал то он так как-то бросил и говорит по все все спят нужно перебухал ну все бухают ну чё здесь такого страшного ну чё какие у тебя еще грехи он так мыслил потому что мне был 21 год и вот я тогда думаю знаешь то есть ты можешь жить какой-то религии и тебе даже священнослужитель говорит ну чё такого все так живут но слушайте мой христос он называет грех грехом он называет беззаконие беззаконием мой христос он не говорит да нет павел если ты разгневался все в порядке а ты бухаешь но бывает такой уж чёшь в таком мире а бывает быть ухнешься ну так это жизнь такая нет нет христос говорит подожди я не ругаюсь я не бухаю я соответственно не творю каких-то вещей и если ты заплыл куда-то за буйки если с тобой что-то случилось если ты гневаешься то писание говорит солнце да не зайдет в гневе вашем то есть христос любящий прощающий все-таки остается эталоном эталоном человека за которым мы хотим идти то он не был отцом он не был мужем он не был наверное начальником но не наверное не был и многие люди скажут ну так чем же он может быть для меня примером может быть примером потому что если бы примером для нас были только правильные отцы там я не а вы начальники какие-то победившие весь мир тогда наполеон бонапарт был примером или кто-то еще но нет наш пример это христос и именно христос является вот этим эталоном мужчины которую по крайней мере вот я наблюдаю я думаю я хочу быть похожим на него даже есть такой флешмоб правда не в нашей стране но я где-то за границей увидел флешмоб такой как тут какие-то браслетики даже делали на эту тему что типа если ты чувствуешь себя неправильно что ты ведешься неправильно посмотри на браслет и вспомни поступила ли вы так иисус вот поступил бы так иисус или нет то есть мы внутри понимаем что он наш эталон как-то я помню будучи молодым парнем ехал в автобусе из института и сама ехала одна девушка тоже она училась вместе со мной и вот что-то я и проповедовал я был горячий более горячий чем сейчас сейчас только дым остался но тогда принципе я горел огнем и вот я ей тогда проповедовал в автобусе она слушала меня и потом мне так смотрят глаза и говорит да я просто мужика хочу чтоб меня мужик был какой-то они вот твой иисус и меня как-то раз сразу переключилась я говорю так вот тебе не мужик какой-то нужен а мужик иисус тебе нужен в первую очередь и помню как она парировала так интересно она говорит то есть ты мне желаешь мужика нищего как что-то еще такой сказала нищий слабый и тупой вот что-то такое я думаю вы представляете какие какие картинки у людей возникает в образе иисуса это совесть современно и совершенно извращенный образ я думаю ну где-то же она подцепила эту мысль и думаю куча людей вот так мыслят что иисус в образе настоящего мужчины явицы не может том смысле что он не мужчина в мужском понимании нищий тупой и и слабый послушайте мой иисус не нищий это точно писание говорит о том что все богатства мира принадлежат господу он самый богатый я беру господь сам по себе он не слабый даже когда его хотел защитить петр достал там меч где симонском саду иисус сказал убери ножичек убери я могу умолить отца моего он пришлет легионы ангелов и суд даже кулаками не надо махать даже меч не надо доставать просто пух и все пропало он был самый мощный но в то же самое время люди как-то извратили образ иисуса иисус был настоящий мужчина и для меня он как раз эталон взаимоотношений между людьми я не знаю никого другого это точно опять же к моим каким-то реалиям возвращаемся как-то я тоже общался с одной бизнес-вумен и она ну как-то разговаривал с нами по некоторым проектам и она такую вещь тоже бросила говорит вы знаете павел иксич я сильно переживаю за свою репутацию а у вас вот вроде как у церкви не все о вас думают хорошо и говорит а я переживаю мне вот важно чтобы я с кем общаюсь чтобы вот все были люди с хорошей репутацией и тогда я даже ей сказал говорю поймите если иисус наш эталон он не переживал за то с кем он общается потому что он знал кто он есть и у него репутация в нашем взгляде казалось бы очень подмоченная даже библия говорит что общался с грешниками мытрыми с блудницами того времени то есть он общался и вообще не переживал что о нем скажут люди а люди говорили негативные но он четко знал что он идет ради истины на общение с ними и поэтому для меня вот как как для павла для меня важно иметь такой талон перед глазами поэтому он не потакает не твоим слабостями твоим грехам ничему что с тобой происходит если нужно примирение тебе с кем-то он не говорит ну я понимаю как я тяжело не ходи не примиряйся нет масса притч библии рассказано о том что люди должны были прийти и примиряться съесть свою лягушку если ему даже не хочется идти в этот дом но он говорит пойди и примирись оставь даже дар свой у жертвенника и пойди примирись если ты обидел кого-то следующее что для меня было очень важно время неумолимо утекает у меня вот здесь часы стоят вот здесь а раньше я помню в былые времена часов не было и проповедовать можно было сколько угодно и когда проповедник выходил за кафедру и начинал что-то говорить и меня спрашивает сколько у меня времени я всегда говорил да проповедую сколько угодно главное не забудь в конце свет выключить слава богу что сейчас у нас есть таймер а с другой стороны у меня контролирует но речь не о таймере давайте идти дальше и второе что для меня важно как для человека важно почему я счастлив с иисусом потому что иисус сказал что он есть истина я бы обозначил так не у него есть истина а он есть истина и вот только сейчас открываем евангелие но все-таки евангелие от иоанна 14 глава 6 стих иисус сказал ему то есть путь истина и жизнь и не приходит никто не приходит к отцу как только через меня смотрите вообще в библии вы обратите внимание и сегодня мы об этом еще поговорим иисус использует множество метафор и образов и что интересно в этих образах он не говорит у меня есть путь я знаю путь я знаю как прийти к жизни или у меня истина или я знаю истину вот такими формулировками люди пользовались много раз многие великие люди говорили я знаю как правильно я знаю путь будущего я знаю путь победы но иисус так не сказал заметьте он сказал я есть истина это совсем по-другому звучит я хотел бы идти за тем кто является истиной я помню когда я приехал первый раз за границу я учился на переводческом факультете это были 90-е годы и вот я помню для меня как как для переводчик молодого с немецкого языка был так важно чтобы меня пригласили в германию и меня пригласили и вот я приехал в германию год был не помню точно 96 97 это была первая моя поездка за границу я приехал обалдел от этой германии всей тем более на фоне нашей российской разрухи в 90-е годы представьте и как это не свихнулся вообще не знаю ну как то вот нормально все было пришел и и меня пригласили на конференцию на конференцию немецкую и как-то мне уже заранее говорили что на европа она разлагается там уже давно нет христианских ценностей церкви уже какие там вымершие ну по крайней мере мои уши это слышали и вот я прихожу огромный стадион и вот до сих пор запомнил это название называлось комфольге езус и и тот момент я помню я понял что ну христа в этом смысле умертвить невозможно потому что церкви могут опустить люди могут уйти могут люди разочароваться могут сказать мы не верим нам это не интересно но от этого иисус не перестанет быть истиной так что же там было написано комфольге езус по-немецки приди и следуй за иисусом и я вдруг осознал во все времена иисус говорил людям иди и следуй за мной просто иди и следуй за мной сейчас вышел новый сериал обязательно посмотрите его называется избранные так вот и вот эта вся атмосфера иисуса с учениками она потрясающе и там везде эта мысль проходит что иисус говорит следуй за мной а почему я с тобой должен следовать чув тебе такого что я должен идти за тобой учиться от тебя ну любой бы задал этот вопрос иисус представляешь говорит я есть истина я истина вот только поэтому уже нужно и требовательно следовать за ним вообще когда думаешь вот эти слова постоянной иди и следуй за мной когда иисус говорит это же сколько нужно власти иметь это же как можно такого человека назвать слабым только вдумайтесь матфей матфей если ты читаешь моей библии я вот читаю про матфея я вижу что он был мытарь кто такой мытарь это сборщик налогов но мы все знаем это большому счету бандит из 90-х который получал вот со всех бизнесменов то есть мытари это люди которые служили на римскую армию и собирали налоги своего собственного народа они были каким-то образом может сильны физически может у них были целые свои бригады какие-то это серьезные парни очень серьезные в то время кроме римских солдат кроме армии а так они приходили и были наглые брали чего хотели и вдруг вот к этому мужику к матфею написано писание иисус проходил мимо и сказал матфею иди следуй за мной и матфей встал пошел вот вот думайте саму ситуацию стоят бандюганы с оружием и вдруг ты подходишь и говоришь эти давай ты за мной вот вы оставайтесь цветы собирать и а ты давай за мной вот вдумайтесь и этот парень пошел почему-то почему он пошел потому что что-то он увидел в иисусе я не думаю что он увидел только лишь какую-то физическую силу или чего что-то его власть он почувствовал что в нем истина друзья мои вот это делает меня счастливым со христом что я иду за истиной я иду не за человеком я не иду за церковь не за проповедником я иду за истиной и для меня это принципиально важно но люди к сожалению многие это теряют иисус говорит я есть путь истина и жизнь и никто не приходит к отцу как только через меня он говорит только через меня ты можешь прийти к подлинному счастью знаете опять еще одна неканоническая притча их сегодня как-то много так у меня один мой знакомый хороший он уже пастор в европе и он говорит когда я был молодым парнем молодым совсем говорит стоял на евангелизации он уже человек пожилой и раздавал брошюры ну знаете 80-х годах это был так популярно раздавать брошюры это сейчас мы через интернет а тогда вот прямо на улице и он говорит я раздавал будучи студентом остановилась дорогая машина около меня тогда не было ни сотовых телефонов ничего это было в европе и из машины вышел такой хорошо одетый мужчина лащеный посмотрел на это молодого человека и говорит ему что-то мне можешь дать нищий студент у тебя ничего нет в эту брошюрку говорит на что-то упалаешь на это вот это сделает меня счастливым потом полез простите полез вот сюда в карман не в тот а вот сюда карман грудной достал здоровый кошелек тогда кредитах то не было достал кошелек толстый говорит вот видишь вот это мое упование вот когда ты заработаешь столько денег а там до дары большие купюры были вот говорит тогда мы с тобой поговорим и обратно засунул свой кошелек обратно сел в машину уехал и мой знакомый говорит и я стоял такой оплеванный как бы с брошюрка чего ему предложить иисуса вот и все прошло несколько дней этот человек работал в ночную смену мой знакомый работал в ночную смену будучи студентом подрабатывал в больнице и как-то в ночную смену ему говорят возьми там человека отвези его в операционную там с инфарктом доставили человека он говорит я прихожу вижу человек лежит на коляске я его везу в операционную говорят быстрее у него инфаркт только что был и говорит и пока виду везу коляску смотрю это он вот этот самый человек который несколько дней назад достал кошелек свой и говорит вот на что я уповаю я его говорит отвез в операционную и у меня в памяти осталось как он брал этот кошелек это глубоко клал его к сердцу сюда знаете грудной карман и он говорит с тех пор я деньги нашу только в заднем кармане чтобы четко знали свое место только здесь по-настоящему никогда не близко к сердцу потому что здесь должен быть именно иисусу ничто другое следующие друзья мои третье третье и важное только он только иисус приносит истинное удовлетворение вот только в него можно найти настоящее удовлетворение жизни каждый человек так или иначе ищет свое удовлетворение он хочет вот в чем-то найти свой успех и сегодня слово успех так изнасилована как я не знаю кого так еще насиловали как как вот это слово сегодня но каждый второй бизнес тренер там все тренинги как быть успешным как быть супер успешным как быть супер супер успешным как успех успешный успехом погонять будет у тебя в жизни но ведь если вдуматься то успех это настолько относительное понятие и на самом деле сегодня уже многие философы даже пишут уж не психологи а философы уже говорят ребят но успех это это просто что-то неуловимое что такое успех его можно измерить только в конкретных категориях но если ты бежал там три километра за одно время потом эти же три километра ты стал бежать за более короткое время вот это успех в беге потом зарабатывал 5 миллионов долларов стал зарабатывать 5 миллиардов долларов это успех в деньгах но люди перепутали и думают что это заменитель счастья но на самом деле по какой-то неведомой причине очень многие богатые люди которые успешны но при этом глубоко несчастливы многие из них выходят в окно многие из них иметь несчастные семьи у них развращенные дети и если им задать вопрос счастлив ли ты это не будет звучать эквивалентно слова успех скажешь успешно скажет успешен а счастлив нет и наоборот вася попугаев живет в деревне сусляева едет на мотоцикле встречаешь его говоришь ты успешен он наверно слова такого не знаю а скажешь счастлив он будет конечно у меня вон соня жена 120 килограмм у нас такая любовь с ней корова вот родила недавно теленка вот я с рыбалки еду двух карасей поймал конечно я успешен в данный момент вот я сейчас карасей поймал и поэтому как это все неуловимо так вот в конечном смысле я всегда говорю людям вот удовлетворение подлинное может быть только тогда когда ты знаешь что твоя жизнь имеет смысл что в момент времени сегодня ты можешь сказать что ты счастлив вот сейчас и если ты счастлив то ты должен определить почему ты счастлив и я счастлив по-настоящему глубоко только по одной принципе причине потому что у меня есть иисус я даже примерно не могу понять как человек может сегодня жить в обществе не имея иисуса не имея надежды не имея эталона ну на что он уповает да совершенно непонятно для меня аллилуйя смотрите иоанна 10 глава 9 стих иоанна 10 9 иисус говорит я есть дверь кто войдет мною тот спасется и войдет и выйдет и пожить найдет смотрите опять иисус говорит не у меня есть дверь а он говорит а есть дверь так много сравнений которые которые иисус показывает которых показывает себя он говорит я дверь вот даже можно представить как то иисуса как дверь так вот он говорит я для чего-то для чего-то я здесь есть для того чтобы ты вышел из своей трудной может быть ситуации и по этой причине по этой причине если мы запутались нашей жизни мы должны понимать что дверь только у иисуса и отсюда вытекает следующий тезис его очень важный он выход из всех наших тупиков иисус является выходом из всех наших жизненных ситуаций и сложных сложных ситуаций как-то я как-то да по молодости но уже во христе уже будучи даже пастором мы с братьями решили устроить игру жучка называется но не знаю знаете ли вы или нет жучка чуть такое это кстати явление чисто нижегородская в других регионах россии не знаю чуть такое жучка это когда группа людей собирается в бане поддают такой степени что все выбегают вот кто последний остался тот типа ухватил жучку ну все он самый крутой в бане то есть кто дольше просидит при больших температурах и вот что там сидели мы в бане давай поддавать поддали пух жарко один убежал в пух вторую бежал там все разбежались мы остались вдвоем с одним братом поддали да там такая жучара было не сказки сказать не слух произнести и мой друг раз выбегает дверь закрыл я думаю да сижу сколько-то секунд и понимаю остается у секунд пять наверное выдержать чтобы похвалиться вот какую жучку я выдержал сижу и как у нас часто в россии бывает свет отключили выключили свет просто в одну минуту а я был не своей бане в чужой и дверь не помню где где-то рядом не могу дверь найти темнота и я понимаю вот секунды моей жизни отсчитываются в обратную сторону все я начинаю в истерике бить по стене кричу откройте ребята раз открыли рядом что-то там так орал я говорю я в аду побывал я думаю точно какой точный образ жарко темнота я раньше думал как темно написано с одной стороны с другой стороны ну в аду там жарко очевидно и вот я думаю какое сочетание интересное невыносимая жара тьма и нет выхода ужасно и в тот момент я прямо осознал важность двери дверь открылась и свет оттуда яркий хороший свет и я понимаю вот это иисус это его образ когда все ты ищешь какой-то пятый угол в этой темной комнате ну все у тебя серьезная проблема и чик дверь иисус открывает свою дверь и он говорит я есть дверь очень простые слова кто войдет мною вот мною кто-то войдет даже образы интересны мной войдет и выйдет и пожить найдет пожить старое русское слово это прекрасный лук лук для пастбища и может быть сад я не знаю и ты понимаешь что вот в иисусе я нахожу эту радость этот выход потому что иисус он инициатор всех чудес вот почему именно во христе вот нет других религиях нигде нет такой надежды на то что будет сверхъестественные интервенции в твою жизнь и твоя ситуация сверхъестественно способна измениться ну где а у меня вот жизни сто раз было скажешь ну пастор но не всегда же ты исцеляешься но не все исцеляются но не всегда приходят чудеса да но почему концентрироваться на негативе если можно сконцентрироваться на том что давало тебе надежду и вот я своей жизни смотрю сколько было случаев когда я четко понимал это его рука это его стечение обстоятельств это он как-то все устраивал я несколько раз мог умереть своей жизни я уж не говорю про то когда этом тонул а уже уже во христе несколько раз я понимал ну смерть практически неизбежно и вдруг как-то раз раз даже врач стоит и мне говорит я не понимаю как вы выжили это говорит невозможно понимаете я такого когда я такие вещи слышал раза два только от врачей когда мне доктор говорил ну я говорить не знаю вот я такого не видел в принципе вы должны сейчас уже быть мертвый а вы вот сидите передо мной а я сижу и понимаю ну я же сижу как-то а если я так сижу значит рука божия вы знаете когда вы молитесь когда молитесь на иных языках вот тогда этих совпадений жизненных каких-то встреч сверхъестественных будет больше и больше а вот перестаешь молиться то как-то я заметил и как-то совпадение вдруг пропадают вот поэтому друзья мои язык святого духа это всегда чудеса это его присутствие это дверь поэтому мы видим через всю библию иисус и вообще господь даже ветхом завете являет свою руку являет свою свои чудеса именно через то что он показывает я выход для вас для всех поэтому попадая в жизненную ситуацию какую-то тяжелую я продолжаю молиться говорю господи у тебя выход возможно не такой какой я себе его нарисовал возможно возможно вообще не тот потому что не ты дверь а мы часто думаем что я дверь вот как я скажу так и будет в той бане я не мог бензопилой пропилить мою дверь я должен был пойти в другую дверь вернее в ту дверь которую мне открыли поэтому ищите эту дверь обязательно и вы знаете вообще как то вот задумываясь мы ведь с вами церковь и церковь это тоже определенное счастье потому что церковь это люди мы с вами не не живем как то вот знаете как просто пришли в храм поставить постояли свечку поставили и ушли мы общаемся друг с другом даже сейчас собрание закончится вы пойдете там куда-то в кафе пообщаетесь и вы будете общаться с людьми вам подобными выходите на домашние группы поэтому мы говорим вступайте в домашние группы приходите на домашние группы для того чтобы у нас было общение друг с другом и библия говорит совершенно ясно что если ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа омывает нас от всякого греха 1 она 1 глава и так мы видим друзья мои что мы имеем общение и это как раз ощущение счастья человек который не хочет ни с кем общаться он уже является ну приманкой для сатаны ведь если человек согрешает если у него что-то не получается в жизни первый голос сатаны который говорит покинь церковь здесь тебе не помогут не помогут но никогда не скажет что в церкви есть бог который поможет даже если люди не помогут но если посмотреть подальше то и люди тоже помогут но если ты ушел тогда тебе не помогут не люди нибудь но находясь вот в центре в эпицентре общения друг с другом тогда если даже ты упал если даже согрешил Если даже случилась какая-то непредвиденная ситуация в твоей жизни, у тебя всегда работает дверь. Вот та самая, которая звучит «Я Иисус, и я есть путь, истина и жизнь». Аминь. Вы знаете, в США была такая проповедница Катрин Кульман. Я первое время зачитывал с ее книгами. Сейчас не знаю, есть ли они вообще в продаже. Знаете, времена меняются, как-то интересно. Кого-то забывает история, к сожалению. Но она была очень популярна в 40-е, в 50-е, по-моему, даже в 60-е годы, могу ошибаться. Даже в 70-е, может быть. То есть это вот середина 20-го века Катрин Кульман. Женщина такая, не особо красивая, но она постоянно несла один и тот же посыл. Везде и всегда ее был посыл такой «Я верю в чудеса». И вы знаете, я помню, я даже читал ее книгу, смотрел ее проповеди и всегда удивлялся. Это был жизненный посыл ее. Она говорила «Я верю в чудеса». Она выступала на телевидении американском. Она целую нацию спасала. Просто американцы в то время были, ну вот, нацией, которая начала погружаться в какой-то рационализм какой-то, я не знаю, в левые идеи, все больше и больше. Американцы стали уходить из церквей, покидать, ну как бы моды в Америке появилась такая же, какая была в Советском Союзе. То есть люди стали очень светскими. Так вот, вот в этом рациональном вдруг обществе с утра на телевидении включалась программа «Я верю в чудеса». И американцы на сегодняшний день говорят, так многие люди включали просто, чтобы увидеть это лицо Кэтрин Кульман, которая утречком поднимала палец к небесам и говорила «Я верю в чудеса». Такая наивная, странненькая дама. Над ней смеялись, над ней издевались, на нее делали мемы. Но что не могли отрицать, что вся Америка с утра ждала вот этой программы «Я верю в чудеса». Включали и все смотрели. И она «Я верю в чудеса». И знаете что? Многие американцы говорили, после этого мы понимали, все будет хорошо у меня на работе. У кого-то проблемы в семье. Говорит простой голос Кэтрин Кульман вдохновлял нас. Бог сделает свое чудо в моей семье. У кого-то больной ребенок. Бог сделает чудо. Кому-то даст силы какой-то матери-одиночке растить своего ребенка. Бизнесмену давал силы делать снова свою работу. И многие люди говорят, прям по вопросам американцам, что они вдохновлялись и получали новый импульс от этой, как казалось всем, полоумной дамы, которая просто говорила «Иисус здесь, Иисус здесь, Иисус здесь, и поэтому я верю в чудеса. Я верю в чудеса». И люди начинали верить. А, чудеса существуют. И потом чук-чук-чук, налаживался бизнес. Дети воскресали там, я не знаю, из мертвых. Кто-то восстанавливал здоровье. Семьи восстанавливались. И мы видим, это рука его. Только его рука. И последнее, что для меня было бы важно упомянуть, почему для меня счастье в Иисусе, это потому, что только у него вечная жизнь. Только у него вечная жизнь. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. Иоанн пишет в церковь, пишет ученикам. И он говорит, такие интересные слова, только вдумайтесь в каждую фразу. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Вот вдумайтесь. Он говорит, я пишу вам это послание, я специально вам его пишу, чтобы вы знали, потому что вы не знаете. И не то, что вы не знаете, а вы упускаете это из вида, потому что вам жизнь диктует свои условия, и вы теряете эту простую истину, постоянно думая, что мир как-то по-другому устроен. Смотрите, он говорит, чтобы вы знали, что когда вы веруете в Сына Божьего, вы уже имеете жизнь вечную. Он говорит, она не настанет, она не будет в будущем, она не в иллюзиях каких-то. Вы сегодня уже перешли из смерти в жизнь. Если вы умерли для страстей мира, если вы сегодня умерли для этого мира, то вы воскресли со Христом. В общем, если ты умрешь раньше, чем ты умрешь, то когда ты умрешь, ты не умрешь. Поэтому, друзья мои, давайте уцепимся за эту мысль, за эту глубокую библейскую истину. И он говорит, вы уже имеете, Иоанна 6 глава 48 стих, Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. И потом коротенький стих 48, я есмь хлеб жизни. Опять цитата, опять сравнение. Я хлеб, я хлеб. Что мы делаем с хлебом? Мы его едим. И что интересно, что хлеб это самая базовая потребность человека. Физическая потребность, самая базовая. Когда на земле голод, люди хотят хлеба. Они говорят, это самое простое, самое должно быть доступное. Причем в разных странах это базовая потребность разная. Например, в Корее, в Китае там рис, в Латинской Америке это кукуруза, кукурузовые лепешки. И знаете, к своему удивлению, я, например, не знал, что на местных языках, когда переводят это место Писания, там везде стоит, у корейцев прям стоит, ну написано в Библии, я есть рис жизни. У индейцев майя написано, я кукуруза жизни. Иисус стал для нас всем, в чем мы нуждаемся. Он говорит, ну тебе нужен хлеб, я твой хлеб. Потому что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И поэтому вот я, я есть слово. Когда мы вкушаем эту чашу, берем, мы же понимаем, это чаша, кровь его, и что? Это тело его за нас ломимое. Этот хлеб мы ломаем, и мы говорим, Иисус, ты для меня путь, истина, жизнь. Ты для меня дверь, и ты еще для меня хлеб. Хлеб, которым я хочу питаться каждый день в этих треволнениях жизни. Поэтому, так как у него вечная жизнь, то и у меня вечная жизнь. Если он истина, то он ее проецирует и на меня. Если он хлеб жизни, то я его ем. Если он дверь, то я вхожу этой дверью. Если он путь, то надо идти этим путем. Может быть, он не простой, но он точно надежный. Аминь. И закончу. Закончу одной простой мыслью. Историей. Был такой епископ Поликарп, он был учеником Иоанна. О нем нет в Библии, потому что это уже предание. Дальнейшая уже история христианства. Он прожил долгую жизнь. И когда его арестовали для того, чтобы он отрекся от Христа, он сказал простые слова. Он говорит, пусть хотя бы один человек скажет, что я из-за Христа с кем-то поступил неправильно. Или я 80 лет прожил со Христом. Он ничего мне не сделал дурного. Почему я должен от него отречься? И даже судьи замолчали, потому что ничего дурного не было сделано. Не Христом, не через Христа, не ради Христа. Ничего. Но его все равно казнили. И он стал мучеником известным. Но я так себе отметил, думаю, вот Христос никогда меня ничему дурному не научил в жизни. И если я дурился в своей жизни, и любой из вас дурился, то он не потакал моим слабостям, как я уже сказал в начале. Он показывал путь, оставаясь Иисусом, оставаясь истиной. Но при этом открывая свою дверь, при этом оставаясь истиной. И при этом давая вечную жизнь. Давайте поднимемся и будем молиться. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, наш Царь, наш Бог, любящий наш Отец. Мы уповаем на Тебя. Мы Тобой живем, движемся, существуем, Господи. Благодарим, благодарим, благодарим от всего сердца. Благодарим Тебя, Господь, любящий наш Отец. Мы славим Тебя, Господь наш. Спасибо Тебе, Царь, Царей и Господь господствующих. благодарение тебе господь за все мы молимся отец молимся на иных языках помолимся духом господь потому что знаем что когда мы молимся твое присутствие рядом с нами твое присутствие всегда дает нам надежду дает нам веру господь аллилуйя кола манды сантос кей лорады сэнди лакэри тая монтаны сантос благодарим тебя благодарим за милость и благодать господи аллилуйя да не отступит она господь твоя истина не отступит твоя благодать от нас господи не дай нам никогда отвернуться от тебя потому что ты не отвернешься господи ты никогда не повернешься ко мне спиной благодарим тебя царь наш и Бог наш. Аллилуйя. Аминь.